Что же мотивирует вас и молодежь? Вы как самый такой замечательный срез, пласт, назовите как угодно, сегодняшней молодежи, хотелось бы сказать, что вас мотивирует. Можете указать, вот мы уже видим первые, первые ответы, успех, будущее города. Именно с вопроса о мотивации необходимо стремиться к развитию. Такой подход выбрали организаторы молодежного лекториума, чтобы подтолкнуть участников, задавать больше вопросов и предлагать больше идей. Проект стартовал Череповцы еще в прошлом году. Мы проводили много раз дискуссионные площадки в формате дебатов и обнаружили, что в принципе у нас молодежь хочет высказываться, интересно задавать вопросы и родилась идея каждый месяц реализовывать такие встречи общественно полезные, на которые могут прийти по той или иной тематике все желающие и задать свой вопрос непременно спикеру, который отвечает за ту или иную сферу. Сегодня молодые активисты обсуждали концепцию развития Верещагинского квартала. Оказалось, многих интересует, как будет развиваться площадка рядом с университетом, появятся ли в городе новые места для отдыха и знакомства с историей. Стейт-парк на набережной, здесь мы рассматриваем улицу, здесь слишком отвлекать студентов от учебного процесса мы не планируем. Предварительно проект включает в себя пять зон – студенческую, учебную, музейную, уличную и рекреационную. Так, в планах архитекторов – амфитеатр, площадка для концертов, место для художников, теплые кабины, в которых можно будет спрятаться в непогоду и другие смелые идеи. Конечно, параллельно там будут присутствовать и туристы. Для этого там предусматривается рекреационная зона, и вообще улица у нас будет такая немножко совмещенная. Там будут и булыжная монастовая, и деревянные мостки, и будут также современные какие-то формы архитектурные. В рамках лектории участники предложили несколько дополнительных вариантов перевоплощения Верещагинского квартала. Окончательную концепцию благоустройства территории город представит в Москве на открытии конкурса исторических поселений, который может стать одним из возможных источников средств на исполнение грандиозных планов. Но даже если и в этом году получить федеральную поддержку не удастся, проект все равно будет реализован, уверены специалисты. От Сехоткова, Горплюснин, Новости.